Музыка И мы переходим к четвертому вопросу нашей сегодняшней встречи. Это теория старения. Биологические теории старения разрабатываются в геронтологии. Биологи и медики нашли ответ на два вопроса. Когда и как начинается старение? Наиболее сложное оказалось выяснить, почему оно происходит. Существует достаточно большое количество гипотез о механизмах старения. Более трехсот. По этим гипотезам можно проследить накопление знаний о механизмах старения. В качестве примера этих теорий можно привести так называемые механистические теории, которые объясняли механизм старения просто как изнашивание тела, как некого механизма. Или стрессогенные теории, которые объясняли наступление старости в результате стрессов, которые человек испытывает на протяжении жизни. После открытия явления радиации ученые пытались объяснить механизм старения в русле так называемой радиационной теории, смысл которой заключается в том, что человек стареет следствием накопления радиации в организме, следствием облучения лучами, которые мы получаем от Солнца, из космоса и так далее. Были теории неврогенные, которые объясняли старение в результате старения нервной системы. Эндокринные теории искали причину старения в результате нарушения деятельности наших желез внутренней секреции. Согласно большинству современных гипотез, в основе старения лежат изменения в генетическом аппарате организма. Современные ученые ищут причину старения в деятельности и в работе наших клеток. Все многообразие теорий, которые сегодня существуют в науке, их условно можно разделить в две большие группы. Так называемые стахастические теории старения, вероятностные теории и теория запрограммированного старения. Вероятностные теории старения объясняют наступление старости как старость от поломок. То есть организм стареет, как любая другая вещь. И теории запрограммированного старения связывают старость как запланированный механизм. Что в организме есть некий счетчик времени, который в нужный момент включает этот механизм самоликвидации. Вопрос только стоит о том, где находится этот счетчик. Или он есть в мозге человека, или он находится в каждой клетке. Этот вопрос пока остается открытым. Основные современные теории старения, которые сегодня разрабатываются исследователями, это свободно-радикальная теория, это теория перекрестных шивок, это теория апоптоза, самоубийства клеток, это теломерная теория и это элевационная теория. И мы немножко остановимся на содержании этих теорий. Итак, свободно-радикальная теория. Автор этой теории американский ученый Дехман Харман. Свою теорию он начал разрабатывать в 1956 году. В основу этой теории были положены идеи Ильи Мечникова, работа по иммунологии, за которую он получил Нобелевскую премию. И Мечников объяснял механизм старения как результат постепенного отравления организма токсичными продуктами метаболизма кишечной флоры. Так вот, Харман предположил, что при делении клеток образуются осколки молекул, так называемые токсины или свободные радикалы. И эти свободные радикалы являются, можно сказать, образно-молекулярными террористами. Они могут повредить мембрану клетки и вызвать сбой в передаче ДНК, в передаче генетической информации. И в процессе деления таких ошибок становится все больше. И это приводит к гибели организма. Вторая теория, теория перекрестных шивок, разрабатывалась также американским ученым Бергстеном. И этот механизм старения, который описывает Бергстен, он похож на механизм, который описал Харман. Воздействие свободных радикалов, только роль агрессивных веществ здесь играют сахара, глюкоза. И глюкоза вступает в реакцию с белками, и в результате происходит сшивание молекул между собой. И клетки начинают хуже работать, в них накапливается клеточный мусор. И появление такой шивки приводит к тому, что ткани теряют свою эластичность. И на коже появляются морщины, и страдают кровеносные сосуды, страдают легочные ткани, явление атеросклероза. Все это связано с точки зрения Бергстена, с появлением таких шивок. Теория апоптоза. Эту теорию разрабатывает отечественный ученый Скулачев Владимир Петрович. Доктор наук, профессор, биохимик, академик Российской академии наук. Термин апоптоз в переводе с греческого означает «листопад». То есть клетки человека, их гибель запрограммирована. Как дерево теряет свою листву осенью, точно так же клетки человека разрушаются. И это есть программа, которая заложена еще при зарождении человека, на стадии зародыша. Скулачев использовал теорию известного ученого Августа Вейсмана о запрограммированной смерти. И старение, с точки зрения Скулачева, это не только накопление поломок в организме, ведущих к смерти, сколько запускаемая программа апоптоза самоубийства клеток, которую, в принципе, можно изменить и отменить эту программу. И причина ухода клеток в апоптоз, это появление так называемых бездонных клеток, которые образуются в нашем организме и которые разрушают наш организм. И еще одна теория, теломерная теория. В русле этой теории работают два ученых. Один из них американский ученый Леонард Хейфлик, а второй представитель нашей страны Аловников. В 1961 году Леонард Хейфлик выявил, что любая человеческая клетка, особенно репродуктивная, она может пережить только ограниченное число делений от 50 до 70. Даже если клетка заморожена, то после того, как она разморозится, если, допустим, она делилась до заморозки 20 раз, то после заморозки она может делиться не более 70 раз. То есть есть некий предел деления клетки. И это число называют лимитом Хейфлика или пределом Хейфлика. И после выработки лимита клетка уже не может размножаться, и она функционирует плохо и в конце концов погибает. Но Хейфлик не нашел ответа, почему это происходит. Он только выявил этот факт, обнаружил этот факт, описал этот факт. А вот причина такого поведения была объяснена и найдена отечественным ученым Алексеем Матвеевичем Аловником, который номинировался за разработку этой теломерной теории на Нобелевскую премию. Он выявил, что причина такого поведения в укорачивании концов хромосом или теломер, как они называются, при каждом делении. То есть при делении клетки, вот эти вот концы этих клеток, они укорачиваются. И длина концевых участков хромосом, она зависит от возраста человека. Чем старше человек, тем меньше длина этих хромосом. И при каждом делении клетки ее ДНК укорачивается, что служит неким счетчиком деления и, соответственно, продолжительности жизни. Это известная теломерная теория, которую начал Хейфлик, и причину этого лимита деления установил наш отечественный ученый. Элевационная теория или теория биологических часов разрабатывалась также отечественным ученым Дильманом Владимиром Михайловичем, доктором медицинских наук, профессором, эндокринологом. Основные положения были высказаны и опубликованы в 1986 году. С точки зрения Дильмана механизм старения начинается с постоянного возрастания порога чувствительности к уровню гормонов в крови. То есть в организме существуют большие биологические часы, которые отчитывают время жизни от рождения до смерти. И эти часы в определенный момент запускают деструктивные процессы в организме, которые принято называть старением. И находятся эти часы, как выявил Дильман, они находятся в головном мозге, в гипоталамусе. Механизм старения начинается с постоянного возрастания порога чувствительности к уровню гормонов в крови. И повышенная концентрация гормонов вызывает различные формы патологии, характерные для пожилого возраста. Это ожирение, это диабет, это атеросклероз, это депрессивное состояние, которое испытывает пожилой человек. Это гипертония, это прекращение детородных функций у мужчин и у женщин. И эти болезни ведут в окончательном варианте к старению и к смерти. И еще одна теория, которая также разрабатывалась у нас в стране, это Фролькес. Сейчас это считается украинским ученым, но 1960 год, это был представитель Советского Союза. Это знаменитая концепция, которая говорит о том, что старость и смерть генетически запрограммированы. Но изюминкой этой концепции выступало то, что возрастное развитие и продолжительность жизни человека определяется балансом двух систем. Что наряду с разрушительным процессом старения, который есть в нашем организме, разворачивается еще другой параллельный процесс. Этот процесс был назван Фролькесом витауктом. Слово витаукт в переводе с латинского «vita» — «жизнь» — «out» — «увеличивать». То есть процесс, который увеличивает жизнь, который борется со старением. Этот процесс направлен на поддержание жизнеспособности организма, на его адаптацию, на увеличение продолжительности жизни. Представление о витаукте получило очень широкое распространение. В 1995 году в Соединенных Штатах был первый международный конгресс по проблеме биологического витаукта. Эта идея о биологическом витаукте пришлась по душе психологам, которые ищут подобные процессы на психологическом уровне организации нашей организма. Такие механизмы психологического витаукта находятся. В качестве примера можно привести пример, как изменяется самосознание человека. С возрастом, конечно, самооценка человека снижается. Человек понимает, что он теряет и силу, способность, и выносливость. Но по таким параметрам, как характер, пожилой человек говорит, что у него с возрастом характер улучшается. Очень важна ретроспективная оценка. Это помогает в целом поддерживать самосознание человека на достаточно высоком уровне. И в принципе сохраняется самоуважение и положительное самоощущение. Но ученые продолжают поиск причин старения человека. Единой теории на сегодняшний день не существует. И все существующие теории, в том числе о которых мы с вами немножко поговорили, они так или иначе связаны между собой. Ученые, современные ученые, ищут способ увеличения продолжительности жизни, но ищут, если можно так сказать, таблетку от старения, которая спасет человечество. И этот поиск, он, наверное, был, есть и будет, сколько существует человеческое общество. Забота о том, как продлить жизнь, как сохранить эту жизнь, и как остаться бессмертным, он будет присущ человеку всегда. Субтитры создавал DimaTorzok